Я прежде всего понимаю под осознанностью то, что родитель в момент того, когда он находится рядом с ребенком, он не просто находится с ним рядом, ну потому что он родился, ну не отдавать же. И вот мы его оставили в семье, ну мы из тех хороших, правильных, которые, да? Ну и вот он рядом как-то с нами, что там? Ну гулять иногда, в принципе, говорят, надо водить. Ну пошли гулять, там вещи маленькие стали, ну купим побольше. Мы не вот так вот. А мы понимаем, что есть два момента. Первый момент, что мы как-то с ним взаимодействуем, и это что-то с ним делает. Ну наше взаимодействие. Мы же на него орать поставим. У меня есть тест на уроке. Я беру мячик вот так вот, ну для игры который, да? И рядом вот с каким мальчиком так подхожу вот так вот, и, например, вот так вот его вверх поднимаю. И вот один на процент не могу сказать, но один может на 20 или на 30 мальчиков делает вот так вот. Ну да. Но откуда, откуда возьмется такой рефлекс, если папа и мама рукоприкладством не занимаются? Нет, ну ниоткуда, правильно. Вот ты взял, поднял руку, а ребенок такой, ну давай, кидай, да? Да? Или, ой, что-то ты какой-то странный, ты как-то, что-то у тебя там резкие движения какие-то, амплитудно ты так двигаешься, мужчина. Какой-то ты такой подвижный, наверное, по жизни. Вот так вот он может подумать. А если он начинает вот так вот пугаться, то понятно, как его воспитывают. Вот. Но про эти отношения ребенок-родитель, конечно, любой педагог понимает в последнюю очередь. Ему самое главное, конечно, это, но потом со временем начинаешь понимать, что это вообще далеко не у всех. Далеко не у всех мальчиков, далеко не у всех девочек. Вот. Кто автор идеи так реагировать? Конечно, родители. Вот. Поэтому, получается, то, как мы взаимодействуем, это мы как-то влияем, и что-то потом с ребенком случается, это раз. А второе, мы сами являемся инструментом, когда мы ничего делаем вообще. Потому что ребенок считывает. Например, простой пример. Ребенок сидит в комнате, играется, да? Приходит папа такой с работы. Дорогая, как дела? Ничего не надо помочь. У нас сегодня что-то был какой-то легкий день. Остались силы. Могу что-то делать. Хочешь посуду помочь вставить? Хочешь? Легко. Сейчас могу. Вот такой. Он такой смотрит. Ухом одни даже, не глазами. И считывает картику. Как это вообще бывает? У, вот вы пары, я на вас немножко. Вот у них как оно вообще? Вот. И получается, что вот это вот, ну, если бы я был ребенком, вот это вот все женщины мира, а это все мужчины мира. А вы такие, нет, и что вы? Мы только двое. Вообще мир огромен. А ребенок говорит. Вот это все мужчины, это все женщины. А то, как они взаимоотношения строят, ну, так, в принципе, делают и все. А вы такие, да мы это никогда не говорили ребенку. Вообще такого не было. Ерунда. Вообще все по-разному бывает. Бывают разводятся, бывают бьются даже. Бывают мужчина бьет, бывает женщина бьет, бывает бьют посуду, все. А он говорит, не, вот вы это все, это для меня все, это моя вселенная. Вот. А если кажется, что это не так, то это большая ошибка. Это так. И получается, что вы инструмент воспитания сами по себе, когда вы даже общаетесь между собой. Вы как бы говорите, ну, вот так, в принципе, примерно устроена семья. Такие примерно взаимоотношения. Вот так примерно папа ценит маму. Вот так примерно мама ценит папу. А вот когда они поругаются, они потом такие раз, две минутки и все хорошо. Ну, а можно показать другое. Они когда поругаются, то можно подумать, что мир обрушился. Потому что папы нет потом месяц дома. А потом он появляется, мамы месяц нет дома. Ну, вот. И как бы вообще вот так. Все это он начинает вот. Поэтому вот это вот все, что мы делаем по отношению к ребенку, между собой. Вот это все наше воспитание и наше влияние. То есть это не только обучение тому, что вот девочек бить плохо. Это понятно из-за действий папы. По отношению к маме. Что плохо. Он никогда этого не делает. И он как-то делает все вообще противоположное. Поэтому я понимаю, нет, я мальчик, я расту. Нет, этого нельзя. Вот. Поэтому говорить это одно, а делать это другое. И вот осознанность это про это.